Доброго дня, уважаемые зрители! Сегодня у нас седьмая дополнительная лекция. Я надеюсь, среди дополнительных это последнее. Дальше я возьму перерыв по своим делам и вернусь к вам уже в основной части начального уровня. Мы сегодня поговорим о архитектуре данных и модели предметной области. Все, что будет сказано далее, представляет мое субъективное мнение, накопленное в результате опыта и изучения опыта других архитектов. Очень часто встречается термин «модель предметной области». Давайте разберемся, что же это такое. Есть два варианта. Первый, очень сложный. Это «ДДД» от Криса Эванс. Если кого устраивает, на этом выключаем видео. Заходим в поисковик, берем книги его автора по имени. Вон, по-моему. И начинаем до зеленых нечистиков в глазах читать, читать, читать. Я на канале про это, если и буду когда-нибудь рассказывать, то, наверное, только на сложном уровне. Даже не на среднем. Ибо там термины один страшнее другого. Модель «Сущность» знак, модель «Агрегатов», шаблоны «Агрегатов». То есть человек, который пришел со стороны, очень быстро рехнется. У него в голове все эти шаблоны перепутаются, контексты и так далее. И если вас такой вариант не устраивает, то идем дальше. Пытаемся понять простыми, доступными словами. Как я уже говорил, это кредо моего канала. Давайте подумаем, а что же такое модель. Мы этот вопрос уже с вами поднимали. Вот у нас с правой стороны вы видите фото маленького бассейна. В нем плавает модель корабля, которая построена конструкторами. Конструктора запускают различные волны. Волны бьются в эту модель. Корабль качается. В какой-то момент чуть ли не переворачивается. В какой-то даже переворачивается. В какой-то может и разламываться. Происходят, в общем-то, разные события. Под ним там какая-нибудь микрогранатка взрывается, вызывая волну. Ну, самые разные события происходят. На него садится модель вертолета. Ну, разная. Все эти события пропорциональны его размеру. То есть, если корабль был уменьшен в тысячу раз, то модель садящегося вертолета тоже будет уменьшена в тысячу раз. Модель – это, собственно, корабль, его окружение и взаимодействие между ними. Логично, что у корабля – корабль, волна. Ну, и взаимодействие между кораблем и волной. Ну, и водой, и всем дальним мирозданием. Конструкторов интересует только та часть. Которая, в общем, связана с их конкретными задачами. Вот им, да, как я здесь привожу пример, совершенно не нужно знать, откуда берется волна. Вот берется она и берется. В данной конкретной задаче это не критично. Там, из специальных установок, из водяных пушек. Неважно. То есть, у нас происходит что? Абстрагирование. Вот. Остается корабль в части ряда статических свойств и динамических событий. То есть, корабль с волной разломился напополам. Это изменение некоторых статических параметров. Ну, допустим, у нас есть параметр «целостность корпуса». Он равен 100% и единиц. Вот. Она достигла там менее 50% и корпус разломился. Вот. Разломился он не сам просто как-то по себе, а произошло ударное воздействие волны. Там, в 10 условных единиц. Ньютонных на метр. Не суть важна. Это вопрос модели. Соответственно, программное обеспечение, которое могло бы нам это смоделировать. Ну, чтобы мы не строили эту модель корабля. А запустили митационное моделирование в ПО. Оно должно содержать все это предметный опыт. То есть, ударное воздействие и параметры корабля. Итак, важнейший вопрос. У нас есть, как мы знаем с прошлого занятия, ER-диаграмма и диаграмма класса. Мы с вами уже поняли, что одной голой статики, то есть информации о целостности корпуса, недостаточно для модели. То есть, мы хотим с вами смоделировать конкретное событие. Удар волны. Ну, и знаем мы про целостность корпуса. Ну, это нам ничего не дает без удара волны. А это динамическое событие. Возьмем ER-диаграмму. Впервые моделируются сущности. Ну, и связи между ними. Один к одному, один ко многим, многие ко многим. И более глубокие связи. Точности, неточности, слабости, неслабости. Ну, как бы это ни было, мы можем действительно смоделировать заказ, например, клиента. Его параметры. Ну, или корабль, не суть важна. Но ситуация невозможность отгрузки клиенту, потому что на складе нет этого товара, либо его недостаточно. Да, в заказе клиента у нас 100 булочек с повидлом на складе 50, и мы не можем отгрузить заказ клиенту. Мы не можем это сформулировать. То есть, отказ документа реализация проводится ввиду недостаточности товара на складе. Мы не можем смоделировать ER-диаграммой. Если кто-то знает как, пишите. Я признаю, что я не прав. Далее. В диаграмме классов. В диаграмме классов у нас есть методы. То есть, у нас есть класс, например, варя опять же языком 1С, на канале все-таки подавляющее большинство 1С-ников. У нас у объекта, например, реализация, который унаследовал от класса документ, метод проведения, провести как угодно. Ну, окей, мы знаем этот метод. То есть, мы можем смоделировать эту диаграмму классов, хоть исходя из фреймворка под названием платформа 1С, хоть из-за другого фреймворка, какой-нибудь интерпрайсовского для Agile. Назвать можно метод по-другому, например, проведение, запись, как угодно. И он проводится, он осуществляется, выполняется, но вот здесь не смоделировать то, что он выполнился, а при этом возникла ошибка. В диаграмме классов нет взаимодействия, есть взаимосвязь. Нет, это действительно позволяет показать возможность динамики. Например, для того же класса корабль можно создать метод плавать, указать параметры, известные две координаты, позволяющие обнаружить точку на земном шаре, куда кораблю надо приплыть. И если у корабля будет какой-нибудь сервискостный интеллект, то исполнив такой метод, можно будет приказать запустить автопилот, который приведет его в эту точку. Но это говорит о том, что волна ударит в караму. Никак не говорит. Это возможность. Как у кошки, например, метод мяукать. И время там, и параметр времени. 10 секунд кошка мяук. Мы выполняем метод с параметром 10 секунд. Кошка 10 секунд говорит мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Это говорит и вообще о том, что кошку в это время, например, не знаю, ее в это время запихали в ванну. Никак не говорит. Ситуация с кошкой, когда подвергнута купанию, вообще никак не моделируется. Кошка плавать. Кошка отказалась купать. Все, это не моделируется. Этого нет, понимаете? К сожалению, такого нет. Ну и вот вам пример взаимосвязи. Вот я прям взял с Википедии. Тип логических отношений. Ассоциации, наследие, реализация, блюгинтация. Ничего похожего на то, о чем я говорил, нет. И вот что у нас получается. Получается, что предметная модель состоит из сущности бизнес-домена. Сейчас, собственно, это и называют предметной моделью. И возможных событий с ними, которые моделируются диаграммами динамики. Ну, мы с вами рассматриваем диаграммы активности и так далее. В видео про обзор на приеме E-mail. С точки зрения архитектуры понятийное ядро может быть отделено от бизнес-логики. И вот, опять же, мы возвращаемся к видео, в котором мы говорили о моделях либо парадигмах архитектуры. Это гексагональная архитектура. В нем мы видим, что домен модул внутри. Вокруг него аппликейшн. Аппликейшн, как та часть, как бы событийная, в некотором роде, она может меняться. То есть, в корабль может бить волна, на корабль может падать слон. И тогда мы, например, в предметную модель добавляем слона, а событие падения, например, на корабль, оно будет жить в части аппликейшн. И падать может слон, человек на корабль, муха, торт, неважно. Если в нашей модели моделируется именно, например, вес, то упал слон 3 тонны. Здесь критичным будет, грубо говоря, математическая модель, по которой выдерживает ли, условно, палуба. Мы говорим, что палуба может выдержать 5 тонн, допустим. В рамках, у нас простейшая математическая модель с вами будет, простейшая. Палуба может выдержать 5 тонн. У нас есть в домене сущность палуба. У нее есть атрибут или реквизит, если говорить уже бизнес-приложение. Который, допустим, называется устойчивость. У него предел, там, измеряется в тонн, 5 тонн. У этого конкретного корабля, то есть, если брать класс, то это просто реквизит с определенными возможными значениями. Если брать объект конкретного класса, то, например, вот этот вот, какой-нибудь боевой катер, у него будет 5 тонн. И мы нароняем на него некую, опять же, сущность, совершенно не важно, как она называется, потому что для системы это просто некая строка. Вот, и у него будет, там, вес 50 килограмм. То есть, она тоже находится в домене, это сущность. А уже логика, то есть, use case, он находится, вот видите, в слое application. И дальше математика проверяет. 5 тонн, 50 килограмм. 0,0 тонн. Что больше? Устойчивость. Все. Модель нам говорит, что катер устоял. А теперь мы на него роняем, там, восьмитонный вертолет. Катер не устоял, утонул. Вот так это работает. В этом случае мы можем use case менять, а при этом не трогая доменную модель. К чему я ввел вообще все это видео? Я рассказал еще раз про гексагональную архитектуру. Хотя, например, многоуровневая архитектура, где-то три уровня. Уровень бизнес-логики содержит и уровень application, и уровень номенной модели. Да вы и сами об этом догадались. К чему я все это ввел? Я ввел к тому, что очень нередко приложение, проходя всевозможные тесты, ну, были там всякие разные тесты, с точки зрения разработчиков, является качественным. Они говорят, наш софт качественный. Он проходит все тесты. У нас стопроцентное покрытие тестов. Кто, собственно, в курсе, представляешь, что это чудовищная кро, то есть автоматическими там тестами, еще и ручными. Давайте совсем безумная ситуация. Ручными покрыты там и автоматическими два раза. Мы молодцы, да? Когда софт передается заказчику, заказчик говорит, да это ж полная ерунда. Это отстой или там, ну, если уж не совсем радикально отстой, ну, проблемный софт, в общем, не слишком я доволен. Вопрос, почему? Если он адекватный заказчик, почему он не слишком доволен? Потому что вы не отразили какую-то часть доменной модели, да, и не отработали какие-то юзкейсы. То есть вы не отразили какую-то статику и динамику, или динамику. То есть какую-то часть, повторюсь, в моем понимании, предметная модель включает и статику, и динамику, нередко встречался с определением, что только статику. Я считаю, такую модель очень анемичной. Есть тоже такой термин. Это такая выжатая модель, усушенная. Вот. Но на самом деле получается, что в этом случае либо динамическую часть, поведенческую, потеряли, либо ее размазали по всему приложению. Часть можно встретить даже на уровне интерфейса. Да, серьезно. Вот. То есть часть бизнес-логики оказывается на уровне интерфейса, и это, ну, совсем как-то не очень хорошо. Как бы, как я уже говорил, фундаментальная логика, ну, некая такая базовая нам говорит, что вот доменная модель, уровень приложения, наверху там фреймворк, на фреймворке у нас интерфейс, там еще все это подключается, при необходимости все это отключается. Вот. Примерно так это должно работать. И перед тем, как разрабатывать программное обеспечение, очень желательно архитектору разобраться в предметной модели, то есть разобраться и в статике, и в динамике. Нужно рисовать UML-диаграмму, не нужно рисовать UML-диаграмму. Это надо решать каждому архитектору и в каждом конкретном, в каждом конкретной ситуации. Но фундаментально проговорить с экспертами по предметной области контекст, то есть на самом деле терминологическое состояние, зафиксировать, что вот у вас сущности, вот они связи, вот с ними такие события происходят. То есть, грубо говоря, описать корабль и то, что с ним может произойти. В противном случае вы можете прийти потом к экспертам, выяснится, что ваш корабль летает. Да. Или ваш самолет плавает. И не факт, что это правильно или неправильно, может, ваш самолет амфибия, и он умеет быть подводной лодкой, откуда я знаю, что вы моделируете. Но приемку будут осуществлять эксперты предметной области. В лучшем, в лучшем. Ну, по логике, давайте уж полагаться на нее. И тот факт, что вы что-то там не проанализировали, будет вашей проблемой. На этом спасибо за внимание. Надеюсь, что мы наконец-то закончили дополнительные лекции. И чуть позже мы вернемся к основной части начального уровня, к объектно-ориентированному проектированию и объектно-ориентированному программированию. Пока еще не знаю, в каком варианте. То ли с языком Java, то ли с языком Python, все-таки, то ли с PHP. Буду думать. Сейчас буду пока заниматься решением личных вопросов. Спасибо за внимание. Еще раз. До свидания. Приятного вечера.